Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» появился в еще одном образовательном учреждении города. К федеральному проекту теперь подключилась и средняя школа номер 3. Открытие обновленных лабораторий прошло 10 сентября. Внедрить в образовательный процесс новые технологии, идти в ногу со временем и сделать процесс изучения трудных предметов интересным и доступным. Эти цели не только планируют воплотить в жизнь в новых образовательных школьных центрах. В церемонии открытия приняли участие глава города Андрей Шубин, его заместитель Александр Новиков, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева, заместитель начальника управления информации и общественных связей Смоленской атомной электростанции Михаил Хоботов. К осуществлению очередного проекта, как всегда, подошли с особой щепетильностью. Ведь от успеха предприятия зависит ни много ни мало будущее города и страны. Именно поэтому на торжественном открытии основное обращение прозвучало в адрес подрастающего поколения. Ну и вам, ребят, я хочу пожелать, чтобы вы то, что сегодня там увидите, это дело берегли, хранили, бережи к этому относились, получали новые знания, навыки и умения и шли вперёд к достижению своих целей. После церемонии открытия для гостей школы была организована экскурсия по лабораториям, в которых уже прошли первые мастер-классы для учеников. В кабинеты будущего переоформлено три класса – кабинеты химии, физики и биологии. В усовершенствованных лабораториях будут проходить не только базовые уроки, но и занятия по дополнительным программам и внеурочной деятельности. В ближайшее время кабинеты укомплектуют самым современным оборудованием и образовательными наборами по программированию, конструированию и робототехнике. Точки роста ориентированы, конечно, в первую очередь на занятия естественными науками. Это физика, химия, биология. Эти именно предметы нужны для будущих работников атомной отрасли, в том числе Смоленской атомной станции. Поэтому я думаю, что те средства, те усилия, которые выложены в данную программу, в данный проект, они не пропадут. Проект реализован благодаря администрации города и финансовой поддержке Смоленской атомной электростанции. А исполнением работ занялась организация «Электроцентромонтаж». Посредником и инспектирующим стройку органам выступил Фонд поддержки социального и экономического развития города. На протяжении всего времени, когда делался ремонт в этих классах, мы приходили, контролировали, смотрели, чтобы это были хорошие, качественные материалы, чтобы это было безопасно, чтобы все работы выполнялись в срок. Ученики всех возрастов с энтузиазмом и большим интересом восприняли появление высокотехнологичных кабинетов в их школе. И несмотря на то, что современные классы только начали свою работу, возлагают большие надежды на будущие занятия.